Эта программа говорит губерния, и, как я обещал, в завершении особенный, совершенно особенный гость. У нас в гостях космонавт во втором поколении. Я думал, что это вообще таких не бывает. Если честно, сейчас смотрю фильм американский ради всего человечества. Там у американцев появились династии астронавтов. Я думал, такого не может быть. И только я об этом подумал, на следующий день к нам приезжает космонавт во втором поколении. Сергей Волков, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России, сын космонавта Александра Волкова, герой Советского Союза. Верно? Да, все верно. Как я понимаю, для вас в детстве вообще альтернатив не было, только в космонавты идти. Нет, вы неправильно понимаете. Как раз для меня в детстве такой мечты не существовало, как стать космонавтом. Я видел, как тренируется отец, насколько это тяжело. Я же был нормальный школьник. Но нормальные школьники мечтали. Нет, я имею в виду, что я сейчас расскажу. Я был нормальный школьник. И ты учишься и прекрасно понимаешь, что тебе нужно. В 10 классе вообще все знают. У меня ребенок знал 100%. Вот это ему вообще в жизни никогда не пригодится. А вот это он подучит, потому что он собирается в институт поступать. И я такой же был. И тем более сдавать экзамены каждый день и по не одному экзамену. И учиться еще всю жизнь. Потому что космонавты – это учеба всю жизнь, пока ты не выйдешь на пенсию. В 12 лет я был просто не готов к этому. И для меня космонавты – это были некие такие сверхлюди, которые, пройдя через вот это сито многоступенчатый отбора, сначала поступили в училище, потом смогли его закончить, потом летали, потом еще прошли сито отбора в отряд космонавтов. И еще даже внутри этого отряда тоже не все, к сожалению, летают. Не 100%. У меня просьба. Давайте посмотрим фотографии. Вы сравните Сергея с его отцом. Я, честно говоря, когда отбирал фотографии, иногда путался. Где вы, где ваш отец. Так похоже. Смотрите, Сергей Александрович, не хотели быть, но в какой-то момент произошел смена интереса, перелом, переубедили. Как вот здесь случилось? Никто не переубеждал. Пришел к этому самостоятельно. И осознанно, уже будучи курсантом третьего курса Тамбовского высшего авиационного училища, где я учился, даже уже переходил на четвертый, то есть уже там оставался год до выпуска, но потом добавили. И это произошло вообще случайно, можно сказать. Тогда даже не было мобильных телефонов. Это 93-й год. Поэтому, чтобы позвонить домой родителям, нужно было сходить на центральную телефонную станцию. Заказать, звонок. Да, да, да. Ну и пообщался с родителями. И все равно какая-то информация, как там дома. И как-то так отец сказал, что вот новый набор состоялся, ребята новые пришли. И все. То есть он мне ничего больше не говорил. Просто это была такая информация, что дома. Так, что он как-то педагогически сделал. И возвращаясь уже обратно в училище, в какой-то момент я подумал, что мне было бы вообще этим интересно заниматься. Ну, во-первых, я уже понимал, что училище я точно закончу. И там же не все заканчивают, потому что учатся плохо. У кого-то не получается летать просто. Ну, я уже летал. И я вот тогда подумал, что если такая возможность представится, потому что в отряд же не набирают каждый день, ну, каждый год, как вот в обычный университет или куда-то, а набирают по мере необходимости. Если такая возможность представится, то я буду пробовать подавать рапорт и поступать уже в отряд космонавтов. Но не для того, чтобы стать космонавтом во втором поколении. Я вообще, честно говоря, никогда не думал. Ну, это больше такая, значит, журналистская тема. Ну, конечно, ну, да, извините за это. Мы не можем зацениться за такую деталь. Я действительно смотрел этот сериал «Несвиктовский». Он, конечно, своеобразный, но честно снятый. И достаточно уважительно к советской космонавтике. Там, по их версии, Советский Союз не развалился. Благодаря тому, что Леонов первым села на Луну, вот Советский Союз под влиянием этого достижения не развалился. Он существует до сих пор. И мы до сих пор соревнуемся с американцами, согласно этому фильму. Кто первым прилетит на Марс? Прилетели одновременно, кстати. Ну, вот я сейчас доконючу предыдущую мысль. Что и мне, когда уже я пришел к этой мысли и уже писал рапорт, то мной именно руководствовала та идея, что... Да, я военный летчик, я служу уже в части, но я недостаточно, с моей точки зрения, делаю для страны. То есть вот мне хочется больше делать, чтобы больше вот как-то себя реализовать, для того, чтобы моя страна стала лучше, прогрессивней, богаче и так далее. Несмотря на то, что это был 96-й год. Сложное время, скажем так, говоря-говоря, да. Кстати, Сергей Александрович к нам приехал не просто так, а для участия в педагогической конференции. Я сначала не мог понять, при чем тут космонавтика, педагогия. Потом меня осенило. Ведь, на мой взгляд, мое поколение стало таким, какое оно есть, именно благодаря тому, что мы все мечтали стать космонавтом. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мы мечтали стать космонавтом. То есть мечта о космосе – это значительно, но очень важный элемент воспитания, да? Я думаю, что это один из элементов. Потому что все-таки выставлять некого идола в виде космонавта и говорить, вот давайте будем как они и все. Ну, мы тоже люди и тоже у нас есть свои, что называются, недостатки. Я думаю, что космонавтика, именно как привлекательный элемент, может являться одним из направлений именно для воспитания молодежи в плане направления их, как мы сейчас с вами, опять же, неожиданно вдруг вся страна осознала, что у нас не хватает инженерного состава, у нас не хватает инженеров. У нас кого угодно, вот полно и конкурсы, да, а вот инженеров мало. У нас химиков-технологов мало, у нас инженеров горной промышленности мало. То, что является базой вообще для развития страны. И я думаю, что именно одна из профессий, которая привлекает и делает привлекательной профессию инженер, космонавтика в том числе, потому что ведь не только из летного состава, из летчиков есть космонавты. Вот я как раз хотел спросить, путь в космос только через летное училище или есть другие дороги? Ни в коем случае. И сейчас он даже упростился по сравнению с тем, как это было даже при нашем наборе в 96-м году. Сейчас вообще открытый набор. И может подать заявление, в общем-то, любой желающий, который считает, что он пройдет все эти испытания. Самый близкий к нам пример, конечно, Хабаровский космонавт, который закончил наш ТОГУ. И он программист, айтишник. Собственно, айтишники в космосе очень требуются. Опять же, станция – это же современный объект. Поэтому, конечно, там есть и сеть, и управляющий компьютер, и вспомогательный компьютер, и так далее. То есть, станция работает сейчас. Если мы посмотрим пульт управления МИР или Салют-станцию, на которую летал мой отец, это огромный такой пульт и поражает воображением. Конечно, думаешь, огромное количество. Как во всем этом все разобраться? А сейчас стоит два управляющих ноутбука. Один основной, другой резервный. Он всегда закрыт. И все команды управляются. Кстати, я посмотрел, вы в космосе в общей сложности провели полтора года. Три раза по полгода. Ну, примерно. И даже в открытом космосе были почти сутки. Да, было такое. Это круто. Трудно вообще полгода прожить в космосе. Но, если честно, мне в детстве казалось, что попасть в космос, это вот в том числе комфортно. А сейчас я понимаю, что это огромные перегрузки и на самом деле состояние невесомости. Вот в детстве тебе кажется, что это кайф, а это очень трудно. Организм функционирует совсем по-другому. Вот полгода непрерывно жить в невесомости. Трудно? Вообще-то это кайф. Потому что, ну, ты, представляете, мы бы с вами сейчас здесь не сидели, а мы бы, конечно, это было бы тяжело. Кстати, вот делать видеоролики, особенно такие, когда-то обращения, это всегда достаточно тяжело в плане, что тебе нужно зафиксироваться. А вы все время улетаете из кадра. Ты все время, да. То есть, ну, ты не улетаешь, ты, по крайней мере, как минимум перемещаешься вверх-вниз. Но за это, конечно, потом приходится расплачиваться, потому что нужно восстанавливаться. Организм удивительный наш, настолько приспособляем, что уже через 45 дней он уже забывает, что он жив в гравитации. И он очень быстро избавляется от того, что он считает, ему никогда уже не пригодится. Не нужна вода, кровь становится более густая, кости не нужны более крепкие, они становятся хрупкие, теряешь кальций. Ну и так далее, по списку, что называется. И потом это нужно восстанавливать. А какое впечатление ярче? Первый прилет в космос или вот выход в открытый космос? Что скажете? Вы знаете, каждый, вообще, я даже не назвал бы каждый старт, потому что каждый старт, он сам по себе. Это уникальное событие. Это каждый раз по-новому. Это каждый раз по-новому. Это, знаете, можно сравнить, как прыжки с парашютом. Ну вот прыжки говорят, что второй прыжок страшнее, чем первый, а третий уже вроде привыкаешь. Вот примерно то же самое. То есть первый, ты вообще не думаешь вообще ни о чем. Ты просто стремишься к тому, чтобы полететь, тебе не важно как, не важно насколько. Вот надо реализоваться. Ты тренируешься, и вот она мечта, только вот вперед в песне. И, честно говоря, система, она не очень на тебя рассчитывает. То есть есть легкая такая недоверие. Особенно у нас получилось в моем экипаже, мы были все перворазники. То есть никто из нас после длительного перерыва, то есть до нас-то в 92-м году только так летали. Но мы не берем первых космонавтов. После длительного перерыва, когда в экипаже обязательно присутствовал опытный космонавт, тут стартовали все три человека без опыта космического полета. И, конечно, да, система работает, экзамены мы сдаем, но никто реально не знает, как мы поведем себя там, как мы распределим свое время, силы. И я помню, что когда мы первые 50 суток отработали, нам сказали, ребята, снижайте темп, вам еще 150 летать, вы просто не долетаете. А мы настолько были мотивированы, да и устанем, просто физически устанем. То есть настолько была сильная мотивация, и нужно было оправдать доверие, которое на нас возложили, потому что после нас уже планировали из нашей же группы уже ребят точно так же, оба человека, оба космонавта без опыта космического полета. И мы были таким, что называется, индикатором. Правильно, неправильно. В том числе, да. И если бы мы что-то сделали не так, то, возможно, экипажи бы разбили, и тогда бы кто-то полетел не в 2009, а в 2012 году. А это большой промежуток времени. А вы первый раз в Хабаровске? Нет, в Хабаровске я не первый раз. Так как, уйдя из отряда космонавтов, я перешел работать в компанию «Суэк», то я стал сюда приезжать достаточно регулярно, потому что одно из наших предприятий находится в Верхнебуринском районе, это Чикдамын, и прилетаю в Хабаровск. Конечно, я не оставался надолго здесь, но, что называется, транзитом сразу в поезд. Я подумал, что бывшие космонавты, ну, космонавты не бывают бывшие, как и бывшие президенты. Главы государств, как правило, после отставки становятся председателем каких-нибудь советов, директоров, коммерческих компаний. Точно так же и космонавты, да. Алексей Леонов был в Беринг-Восток. Ну, мне кажется, это нормально, это показание действительного статуса. Космонавт – это действительно сверхчеловек, чтобы вы не говорили. Ну, не обязательно становиться генеральным директором. Я думаю, здесь тоже важно найти себя в новой отрасли или в новой жизни. Потому что как, жизнь космонавта делится на до полета и после полета, да. А это уже получается такая, жизнь пенсионерская. Ну, я занимаюсь персоналом, как раз, кстати, работаю с молодежью и развитием классов профильных наших, с очень плотной работой, с техникумами, с высшими учебными заведениями. Вот после того, как хабаровчанин наконец-то слетал в космос, наверняка тысячи хабаровских подростков вспомнили, что лучше всего быть космонавтом. Если кто-то решил стать космонавтом, вы бы что посоветовали? Я не знаю, заниматься спортом, все равно физические требования остаются? Да, это одно из важных требований, потому что, ну, как справедливо заметил Юрий Алексеевич Гагарин, только физически крепкий организм сможет выдержать перегрузки подготовки космического полета. Поэтому, конечно же, физподготовка – это один из важнейших элементов, но я бы все-таки порекомендовал не забывать еще и о развитии кругозора. То есть, опять же, это не значит, что надо только кидаться сейчас заниматься физикой и математикой, а вообще кругозора, потому что на отборе, когда приходит кандидат в отряд космонавтов, с ним беседует достаточно большая комиссия, там человек 15 сидит, и помимо совершенно очевидных, да, там вопросов по математике, физике, там, опять же, IT, да, ну, опять же, элементарное владение компьютером. То, что это специализация. Да, также вопрос, какие фильмы смотришь, какие книги читаешь, какие авторы любимые, Пушкин как-то воспринимается не очень, да, да. Да, причем, опять же, если скажешь что-нибудь такое более заковыристое, обязательно найдется тот, кто читал, и тебя спросит об этом. Начнет гонять по кидому материи. Ну, да, да, да. Ну, грубо говоря, с неначитанным человеком на орбите скучно, да? В том числе, да. То есть, смотрится твой кругозор, твое умение воспринимать информацию, потому что пока на данном этапе развития космонавтики, ну, дороговато посылать узких специалистов. То есть, все-таки космонавт – это такой многостаночник, который может быть и немножко физиком, немножко биологом, немножко медиком. Потому что никто не знает, что там на орбите сломается, да? Соответственно, надо быть готовым ко всему. И в этом том числе. Но еще у тебя эксперименты, и ради чего мы летаем. Это все-таки научные эксперименты, которые готовят целые институты или лаборатории. И там у тебя спектр, опять же, от физики, причем такой вот фундаментальный, до биологии, химии, все это. Сергей Александрович, я хотел к физическим нагрузкам. Мы, конечно, все слышали о перегрузках, любители фантастики. Ну, вот я знаю, мы со славой относимся к этому племени и про 2G, и про 9G. Ну, когда читаешь, ну, невозможно это понять. Вот как бы вы описали вот эти 2, 3, 4G? Вот какие ощущения? Перегрузки. Перегрузки, да. Вы знаете, когда я встречаюсь со школьниками, да, то я им рассказываю, опять же, предупреждаю, что не надо повторять, да, и на примере, что значит ощущение там 8G, перегрузка. Это самое элементарное, да. Это когда 8 твоих одноклассников становится тебе на грудь. И тебе нужно вот подышать. Вот именно такие ощущения. Да. То есть это, но это, опять же, не до конца, потому что это все равно поверхностное. Мы не будем забывать с вами, что при 8G у тебя все весит в 8 раз больше. У тебя сердце весит в 8 раз больше. То есть эти 8 одноклассников еще и под кожу забрались. Да, да, у тебя все органы весят в 8 раз больше, и даже кровь весит в 8 раз больше. То есть сердце нужно перекачать вот этот вот объем для того, чтобы поддерживать жизнеспособность организма. Поэтому, конечно, ну, это малоприятное ощущение. К счастью, не каждый космонавт испытывает это во время старта и возвращения на Землю. Это, как правило, мы делаем тестовые такие тренировки, когда проходим медицину. Запас прочности определяете человеку по большому счету. Да, есть определенный набор тестов, которые тебе нужно проходить или подтверждать раз в год, раз в 3 года. И вот центрифуга – это один из тех тестов, который, как правило, это уже в конце твоей медицинской годовой комиссии, что когда-то уже все прошло, вот у тебя два дня. Первый день ты крутишь 3.5 – это вот самолетная перегрузка, то, что пилоты испытывают, истребители. И 4.8 – это наша космическая перегрузка, то же самое. И здесь как раз вроде и недолгая процедура, всего площадка там до минуты может доходить. Вот это именно минута может случиться так, что вот я в центрифугу завозят здоровым, да, а вывозят уже негодным ни к чему. Так что, если хотите стать космонавтом, больше читайте, больше интересуйтесь окружающей жизнью и берегите здоровье. Это я вот ехал сегодня с аэропорта, и как раз на школе старый хороший лозунг – учиться, учиться, учиться. Хорошо. Можно еще один вопрос? Я был уверен, что в космонавтах, в космонавты по-прежнему берут людей небольшого роста. Вы не видите, но Сергей Александрович очень высокий. Сейчас рост уже не является определяющим, но Гагарин же маленький был. Да, рост все равно является определяющим, потому что наше изделие, корабль «Союз», он все равно рассчитан под определенные антропометрические параметры. И одним из критичных параметров является рост как раз сидя. То есть ты не должен быть сидя, я не знаю, как выше сидя, или как… Ну, короче, сидя не больше 95 сантиметров, потому что это размер ложемента. То есть еще бы один сантиметр, и вас бы не взяли. Ну, у меня 93 с половиной, а это тоже критично. И отчасти мы можем быть благодарны, ну, я-то раньше чуть пришел, то, что расширились границы нашим американским коллегам, потому что как раз вот у них при отборе на «Шаттл» у них ограничений не было. И там, что называется, люди приходили вот с таким размером, покажу так, с таким размером ноги, да? И поэтому там технологически «Корабль-Союз» доработали, чтобы можно было вот и такого размера людей сажать. Что можете сказать о коммерческой космонавтике? Я даже говорю не о туристах, я говорю о том, что сейчас Илон Маск, вот эти «Спейс» и прочее. Ну, по большому счету, это какая-то новая ветвь космонавтики получается. Как вы вот смотрите на это? Я считаю, что это ожидаемая ветвь, и даже это не ветвь, это продолжение развития космонавтики, как и любой отрасли, которая у нас с вами зарождалась когда-либо. Если мы с вами ретроспективно посмотрим на ту же самую авиацию 120 лет назад, кстати, мы 12 апреля праздновали, 12 августа праздновали День авиации, да, часть авиаторов праздновали его, поэтому я поздравляю всех, совсем недавно, да? 120 лет назад авиация, все авиаторы знали друг друга, сугубо профессиональное сообщество, закрытое, все в диковинку. Поэтому сейчас для того, чтобы прилететь из Хабаровска в Москву, из Москвы в Хабаровске, не надо быть авиатором. Ты идешь, покупаешь билет, садишься в самолет и прилетаешь в заданную точку. Ну, конкуренция же всегда полезна, да? Конечно. На самом деле, про космос можно говорить бесконечно, но все равно придется прерываться, хоть с огромным сожалению. У нас в гостях был Сергей Волков, летчик, космонавт Российской Федерации, герой России, космонавт во втором поколении. Еще раз напоминаю, сын космонавта Советского Союза Александра Волкова. Спасибо огромное.